Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня в выпуске. В Роскомнадзоре рассказали, чем опасны метавселенные. Первые случаи виртуальных домогательств. Как разработчики защитили честь аватаров. Музыкальный мангал и гигантский пауэрбанк. Безумные гаджеты китайского изобретателя. Роскомнадзор считает, что метавселенные могут быть опасны. Специалисты одного из подразделений ведомства, главного радиочастотного центра, опубликовали статью о возможностях и рисках метавселенных. Последнего, судя по выводам авторов, в них гораздо больше. В частности, специалисты опасаются, что метавселенные будут оказывать влияние на физический мир, причем негативные. Связывают это со стремлением пользователей перенести в виртуальный мир свои ценности, этику и идентичность. При этом непонятно, как регулировать взаимодействие людей на виртуальных площадках. Законом какой страны должны подчиняться пользователи во вселенной, в которой нет границ. А между тем, отношения между людьми уже есть. И не только социальные, но и финансовые. Виртуальные магазины и покупки, виртуальная собственность, виртуальные деньги. Экономика метавселенных пока никак не регулируется. Но не только это вызывает опасения. В статье Роскомнадзора также отмечается, что погружение в виртуальный мир может трансформировать наше восприятие, оказывать культурное влияние и менять поведение в обществе. Авторы материала считают, что использование аватаров приведет к снижению значимости норм морали и этики. Тем временем в компании Метта уже озаботились, как бороться с теми, для кого значимость этих норм уже снижена. Пользовательница платформы Horizon Worlds пожаловалась, что ее аватар подвергся домогательствам. Площадка Horizon Worlds принадлежит Метта. Компания отреагировала на инцидент, ввела новую функцию. Теперь аватары будут соблюдать социальную дистанцию и не смогут подходить друг к другу ближе, чем на 120 сантиметров. Новая функция называется «Личные границы». Мы намеренно включаем личные границы по умолчанию. Думаем, это поможет установить поведенческие нормы, что очень важно для относительно новой среды, такой как виртуальная реальность. Со временем разработчики сделают границы регулируемыми, так что пользователи смогут сами настраивать допустимую дистанцию при общении с другими аватарами. Путин поддержал идею создать реестр токсичного контента в интернете. Напомним, ранее об этом проекте писали ведомости. Его разрабатывали в Совете при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Его члены предложили пессимизировать, блокировать и всячески понижать в рейтингах сайты с так называемой токсичной информацией. К ней авторы проекта предлагают отнести информацию о насилии, суициде, опасности прививок, зоофилии, а вместе с тем контент, поощряющий радикальный феминизм, ЛГБТ и отказ от рождения детей. Проект представили главе России Владимиру Путину в конце прошлого года. Президент поручил своей администрации рассмотреть предложение и принять меры поддержки. Китайский блогер-разобретатель собрал гигантский пауэрбанк. Емкость устройства составила 27 миллионов миллиампер-час. По словам самого разработчика, этого хватит, чтобы зарядить 5000 телефонов. Но в своем видеоролике он показал и другие варианты использования гигантского пауэрбанка. К нему можно подключить электробайк, телевизор и даже стиральную машинку. Устройство оснащено шестью-десятью розетками, а для транспортировки у него есть колесики и лямка. Размер конструкции 180 на 120 на 30 сантиметров. Автор необычного устройства – китайский блогер-изобретатель Хэнди Гэнг. Он своими руками создает странные и подчас абсурдные гаджеты. Например, среди его изобретений рюкзак, трансформирующийся в электрический мопед. Подушка, которая рассказывает сказки на ночь. И пианино-мангал на колесах. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале Татарстан 24. Будете в курсе всего самого интересного. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!